В Краснодаре богослужением отметили День Ангела Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. В Кафедральном Свято-Екатерининском Соборе с тезоименицством архиерея поздравили многочисленные священнослужители и миряне. За богослужениями владыки юбиляру сослужили епископ Майкопский и Адыгейский Тихон, а также епископ Ейский Герман в викарии Екатеринодарской епархии. Подробнее наши краснодарские коллеги. Память священномученика Исидора Юрьевского. День тезоименицства Кубанского владыки, архипастыря самой южной епархии России. Богослужение в этот день прошло не совсем обычно. Перед началом божественной литургии митрополит Исидор совершил над несколькими студентами Екатеринодарской духовной семинарии чин хиротесии, то есть рукоположение в чтецы. Этот чин берет начало с древнейших времен, когда для несения клиросного послушания необходимо было пройти обряд рукоположения от архиерея. Будущим чтецам и певчим также остригали волосы и облачали их в короткую филонь. Возможно, для многих воспитанников семинарии это событие стало первой ступенью на пути церковного служения. Давно уже стала традицией в День Ангела Владыки съезжаться благочинным церковных округов и настоятелям приходов, да и простым священнослужителям в Кафедральный Свято-Екатериненский собор Краснодара для совершения совместного богослужения и поздравления митрополита. В этом году на всеночном бдении и божественной литургии митрополиту-имениннику сослужили два архиерея – Владыка Тихон, который специально прибыл из Майкопской епархии, и векарий Екатеринодарской Кубанской епархии – епископ Герман. Владыка-именинник молится о всей пастве, вынимая из просфор частицы, которые потом будут омыты кровью крестовой. Конечно, не только духовенство, но и верующие миряне приезжают в этот день в Краснодар из разных городов и весей, помолиться вместе со своим архипастырем и о своем архипастыре. В нынешнем году исполняется 25 лет с тех пор, как Владыка Исидор заступил на Кубанскую кафедру. Это была совсем другая эпоха. На плечи Владыки, тогда еще и епископа, лег тяжелый труд по восстановлению храмов на Кубани. Сегодня, спустя четверть века, мы воочию можем видеть результаты деятельности нашего архипастыря. В крае действует около 500 приходов. При многих из них открыты воскресные школы, в которых обучаются дети и взрослые. Об этом говорилось в поздравительных словах, обращенных к митрополиту. Вехи ваших трудов, Владыка, сегодня лежат на поверхности нашего взора. Мы радуемся тому, что Господь дарил Кубанскую землю такого светильника. Поздравить Владыку Исидора пришли учащиеся православной общеобразовательной школы имени Серафима Саровского, что находится при Краснодарском храме Рождества Христова, и воспитанники детского дома при том же храме. Добрые слова и пожелания многолетия Владыки звучали в соборе в день памяти священномученика Исидора от многих и многих верующих.